Время новостей на телеканале Север в студии Алина Волчейская. Здравствуйте и вот о чем расскажем сегодня. Запуск новых очистных сооружений, нехватка площадей в центральной районной поликлинике и готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Юрий Бездудный отправился с рабочей поездкой в поселок Искателей. Можно ли летать по местным воздушным линиям более комфортно? Именно такой вопрос все чаще задают жители Ненецкого округа. В нашем эфире расскажем, создана ли в аэропорту Нарьинмары доступная среда и какие услуги предоставляются пассажирам. Готовность номер один. Долгожданное событие для всех киноманов. Возобновляет работу кинотеатра Арктика. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В начале выпуска информация об эпидемиологической обстановке. На территории региона за последние сутки выздоровело еще два пациента с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Новых случаев заражения не выявлено. По данным окружного профильного департамента, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 289 случаев заболевания COVID-19. В настоящее время на лечении продолжают находиться 43 пациента. 13 получают стационарное лечение. Еще 30 человек лечатся амбулаторно. Под наблюдением в Нарьинмаре и поселке Искателей находится 539 человек. За последние сутки сняты с контроля 23 человека. Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный побывал с рабочим визитом в поселке Искателей. Вместе с главой муниципального образования Григорием Казаченко и руководителями департаментов они посетили основные социальные объекты. Екатерина Дементьева с подробностями. Первым объектом в маршруте инспектирующих стала центральная районная поликлиника Заполярного района. Не так давно здесь появилось новое оборудование – современный аппарат УЗИ, благодаря которому улучшилась диагностическая работа. Но вот большинство кабинетов здравучреждений врачам приходится делить. Помещений не хватает. Сейчас идет процесс переезда в отдельное здание административно-хозяйственных служб, а все врачи останутся на прежнем месте. В самое ближайшее время там просто нужно будет сейчас сеть протянуть, чтобы был телефон, интернет, чтобы был… Коммуникации все. Да, коммуникации. Как только коммуникацию мы сделаем, мы оперативно постараемся сразу, тогда администрация… И тогда у вас здесь станет и попроспутание, и будет у каждого доктора свой кабинет, и возможность не только вести прием, но и работать в документах. Главный социально-культурный объект поселка – клуб «Созвездие» без своего здания уже с 2015 года. Несмотря на трудности с помещениями, жизнь в Доме культуры не останавливается. Продолжается работа коллективов, готовятся творческие номера и театральные постановки. В клубе оборудована современная студия звукозаписи. Желающих заниматься творчеством все больше, но принять их попросту сейчас некуда. Мероприятие вынуждено проводить на сценах городских образовательных учреждений. Мы очень-очень ждем здание новое. Почему? Потому что Дом культуры без сцены и без своего здания – это, конечно, не Дом культуры. Конечно. Мало того, что в «Искателях» у нас есть одна всего сцена – это школа. И она настолько маленькая, эта сцена, что все наши коллективы просто не могут уместить. Также в поселке нет своей уличной сцены. Старая признана аварийной и будет демонтирована. А значит, жители поселка лишены проведения крупных праздников. Новая сцена очень нужна, потому что без сцены проводить мероприятие невозможно. Мы и так в стесненных условиях. Как вы сказали, у вас много творческих коллективов. Где-то нужно выступать. Уличное мероприятие, концерт без сцены – это вообще никак. Мы не можем ни творческие коллективы выставить, ни пригласить творческие коллективы. Сцена нужна. На месте здания Дома культуры в планах администрации Заполярного района поставить спортивную площадку, сделав большой детский парк. Но передать земельный участок муниципальное образование не могут, потому что подрядчик не закрыл контракт по сносу здания Дома культуры. Детскую площадку вы когда планируете? Уже на следующий год? Да. На следующий год. Но нам нужен этот участок. Есть дизайн-проект, уже все есть? Все, я уже отправил ее на разработку. Осталось землю вам передать? Да. Хорошо. Хорошая идея, красивая зона, красивая зона, насаждение есть, дорожки есть. И было бы абсолютно логично, чтобы вся эта территория была дана детям и маленьким, и постарше. Оценила делегации готовность к встрече с учениками в поселковой школе. В здании в зимнее время прохладно, поэтому в коридорах оборудованы потолочные обогреватели. Но руководство школы старается всячески поддерживать комфортное пребывание своих учеников. Практически в каждом классе есть мультимедийные доски, в рекреации стоят теннисные столы. Мы побывали вместе с моими коллегами в школе и понимаем, что несмотря на то, что классы уютные, хорошо оборудованные, нужна новая школа. То есть капитальным ремонтом этой школы решить проблему невозможно. Отрадно то, что проектирование школы ведется, и к концу года мы получим уже проект школы, и будем запускать стройку. Особенно приятное впечатление на инспектирующих произвел детский сад «Гнездышко». Как отметил Юрий Бездудный, название говорит само за себя, и даже от внешнего образа учреждения веет уютом. У вас такой класс подготовительный для школы. У вас замечательная кружковая работа. Ну, удивительно, действительно. Ни в одном детском саду я не видел, что дорисовали пусков. И, конечно, вот этот спортзал, он просто чудо какое-то. Очень хороший детский сад, уютный, красивый. Когда слышишь вот эти голоса детей, понимаешь, что им там очень хорошо. Последней точкой инспектирующих стали очистные сооружения. В тестовом режиме они начали работу в мае текущего года. Сейчас здесь происходит пусконаладка. А в ближайших планах очистных – прием стоков из поселка Красное. Мощность очистных – 2500 метров кубических в сутки. На сегодняшний день мы принимаем стоки из поселка Искателей. Это всего лишь примерно где-то порядка 800 кубов. Задействованы у нас две линии. Значит, на очистных проходит очистка, усреднение, обезвоживание осадка, генитрификация, отстаивание, ну и полное обезвреживание сочной воды. По итогам рабочего визита составлен список вопросов, взятых на контроль руководством региона. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Электричество без перебоя. В поселке Красное появился новый энергокомплекс для повышения уровня надежности электроснабжения. Мероприятие прошло в рамках инвестиционной программы на Ринмарской электростанции. Работы начались еще в августе прошлого года. Энергокомплекс состоит из трансформаторной подстанции, горюче-смазочных материалов, жилого комплекса для персонала. Также на энергокомплекс перевезены два дизель-генератора. Общая мощность комплекса составляет 1 мегаватт. От этого энергокомплекса в сторону поселка Красное идет двойной кабель, который запитывает энергосистему поселка. Надеемся, что это даст поселку определенную надежность электроснабжения, потому что Наримарская электростанция арендовала помещение у нашего хозяйства ХАРП, у СПК ХАРП, соответственно, несла какие-то, видимо, затраты по варенье. А теперь у них свой собственный энергокомплекс. Ну, все, что строится новое, это здорово, соответственно, да. Поэтому считаю, что это нужный и хороший объект. Данное мероприятие осуществляется за счет собственных средств предприятия. На данный момент заканчивается благоустройство. Можно ли летать по местным воздушным линиям более комфортно? Именно такой вопрос все чаще задают жители Ненецкого округа в социальных сетях. И речь сейчас не о самом полете из пункта А в пункт Б, а об организации специального обслуживания для особенных пассажиров, тех, кто путешествует с детьми или кому в силу определенных обстоятельств требуется помощь в прохождении досмотра, регистрации и доставке багажа до воздушного судна. Мы решили выяснить, создана ли в аэропорту Нарьинмара доступная среда и какие услуги предоставляются пассажирам. В утренние часы Нарьинмарский аэропорт – пожалуй, одно из самых оживленных в окружной столице мест. Десятки людей ждут своих рейсов по местным воздушным линиям. Малая авиация – достаточно специфическая отрасль. Хотя бы потому, что все сумки, чемоданы и коробки, а их в села и деревни, как правило, везут много, пассажиры к воздушному судну доставляют самостоятельно. На Ан-2 и Ми-8 нет багажных отсеков, а потому все, что улетающий везет с собой, классифицируется как ручная кладь. Вот сейчас я поехала собирать морожку. Вещей у меня с собой не очень много, но, как видите, у людей по несколько сумок, и люди едут с детьми, поэтому не очень удобно, потому что не как в самолете, да, положил на транспортную ленту, у тебя багаж доехал до грузовика, они уже в самолет это все погрузили. Здесь все приходится делать сами. К таким особенностям жители Ненецкого округа уже давно привыкли. Однако бывают случаи, когда процедура регистрации и посадки на борт превращается в настоящий квест. Чаще всего с неудобствами сталкиваются мамы с детьми. Об одном из таких случаев сообщили уполномоченному по правам ребенка Галине Гуляевой. Ко мне обратилась мама, ребенка-инвалида, у которого как раз там целый комплекс, она вот озвучила мне тех проблем, которые необходимо решать. И одна из них была связана с тем, что она, когда была очередной раз на Ринмаре, она столкнулась с тем, что в аэропорту с ее ребенком ей было крайне тяжело. Ей не помогли, она была с сумками, с багажом, с больным ребенком. Как оказалось, что, оказывается, вот это все надо заявлять заранее, либо уже на входе в аэропорту привлекать персонал, который очень отзывчиво и очень оперативно реагирует на такие просьбы. Мы решили провести эксперимент и узнать, какую помощь могут оказать сотрудники аэропорта. Сразу скажу, то, что будет происходить дальше, не постановочная съемка. Никто не был предупрежден. Мы обратились к начальнику отдела службы перевозок. Елена Девущак рассказала, что нужно сделать, если при вылете пассажиру потребуется помощь. Эта кнопка предназначена для вызова сотрудников аэропорта для оказания помощи пассажирам, которые требуют повышенного обслуживания. Итак, после того, как мы нажали кнопку, у входа в здание аэровокзала проходит пара минут, и к нам выходит агент службы перевозок. Галина Загоруйко выясняет, какая помощь потребуется. По легенде, нам необходимо отправить пассажира с ограниченными возможностями. В общем, если пассажиры с ограниченными возможностями физическими, ну, помогаем. Вот это как бы услуга такая, по пантуцу. Если он без сопровождения, мы без сопровождения. Нам еще сказали, что на вашу помощь могут рассчитывать не только те, кто пассажиры с ограниченными возможностями, но и, например, мамочки с детьми. Ну, да, конечно. Конечно, бывает же, они с багажом много, и маленькие детки, вот совсем ручные, как бы такие младенцы. Мы помогаем. Через несколько минут у входа в аэропорт появляются грузчики с инвалидной коляской. В сопровождении агента службы перевозок по оборудованному пандусу отправляемся проходить досмотр и регистрацию. Сейчас мы видели, что пассажиру потребовалась помощь в перемещении его багажа. Сотрудник аэропорта ваш багаж возьмет, проведет необходимые манипуляции по досмотру ваших вещей, далее сопроводит вас на регистрацию. Для пассажиров, которые требуют особенного обслуживания, процедуры по досмотру багажа и регистрации на рейс проводятся вне очереди. В этом также помогают сотрудники службы организации перевозок. Любой пассажир, которому требуется помощь, это могут быть мамочки с маленькими детьми, это может быть пассажир с ограничениями жизнедеятельности, это может быть любой человек, которому необходима помощь. Мы ее окажем. То есть никаких справок здесь спрашивать не будет? Нет, никаких справок не будет, никакой взаимания платы тоже не будет. Стоит отметить, что в аэропорту соблюдены все требования по организации доступной среды для особенных пассажиров. Вход оборудован пандусами. Есть специально отведенные места для людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто путешествует с маленькими детьми. На стенах нанесены специальные тактильные знаки для слабовидящих пассажиров. Для удобства пассажиров на первом этаже аэровокзала расположено информационное табло для того, чтобы каждый смог самостоятельно узнать интересующую его информацию. Например, мы можем сейчас посмотреть информацию об услугах камеры хранения. Самое интересное, что экран оборудован голосовым сопровождением. Ну или, например, для пассажиров, у которых есть проблемы со зрением, есть режим увеличительная лупа. То есть, очень достаточно удобно и крупно. Плюс еще есть режим контрастности. Для тех, кому по состоянию здоровья сложно передвигаться самостоятельно, предусмотрены специальные коляски. Причем сотрудники аэропорта смогут безопасно доставить пассажира и на второй этаж аэровокзала. Для этого существует специальное оборудование под названием ступенькоход. Пассажиры садятся, крепятся сюда, фиксируются ремнем. На втором этаже для удобства пассажиров с детьми оборудована комната матери и ребенка. Эта услуга также бесплатна и предоставляется родителям малышей до 7 лет. В помещении есть санитарная комната с санузлом и ванной, пеленальный столик, спальня с детскими кроватками и игровая. Предоставлена игровая комната, манеж для самых маленьких, для детей постарше мы можем предоставить стол, карандашики, книжечки, раскраски, конструктор, игрушки все обрабатываются. Комната матери и ребенка работает ежедневно с 7 утра и до 3 дня. Для посещения специализированной комнаты необходимо лишь пройти визуальный осмотр у медика. Так что, если вы путешествуете с ребенком, вам необходима помощь при погрузке багажа или по состоянию здоровья вам сложно передвигаться самостоятельно, не стесняйтесь обратиться за помощью. Вам ее обязательно окажут. Сообщить о том, что вам потребуется специальное обслуживание при перелете, можно при покупке авиабилетов в кассе местных воздушных линий либо непосредственно в день вылета. Полный список оказываемых услуг для категорий пассажиров с повышенными потребностями представлен на официальном сайте avianau.ru во вкладке правила. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». У жителей Ненецкого округа появится возможность вакцинировать детей импортные вакцины и пентоксим в государственных медицинских учреждениях. Многие родители предпочитают данный препарат отечественной АКДС. С просьбой о предоставлении альтернативы к временно исполняющему обязанности губернатора Ненецкого округа Юрию Бездудному родители обратились в рамках проекта «Решаем вместе». Руководитель профильного департамента Сергей Сверидов пояснил, что в настоящее время медицинские организации региональной системы здравоохранения получают вакцину за счет средств федерального бюджета. Сейчас в рамках тех прививок АКД, что вы сказали, пентоксим тоже поступает по бесплатной линии, покупает за счет средств федерального бюджета. Они делятся так, что где-то две трети идут АКДС и одна третья пентоксин. И по комиссии, которая рассматривает по состоянию здоровья детей, если она ослаблена, то изначально прописывают пентоксин и ставят уже изначально бесплатно. Всем, кому по состоянию здоровья пентоксин не рекомендовано и будет АКДС, то будет возможность в прививке получить данную службу бесплатно. Родители остальных детей, желая привить малышей вакциной пентоксим, ранее могли приобрести ее самостоятельно и принести в прививочный кабинет в день вакцинации. Как пояснили в ведомстве, такой практики в медорганизациях больше нет, поэтому представители родительского сообщества и обратились к главе региона с просьбой о появлении платной услуги. Как стало известно, в ходе еженедельной планерки окружные медицинские организации закупят импортную вакцину и по желанию родителей будут вакцинировать детей платно. Готовность номер один. Долгожданное событие для всех киноманов – возобновление работы кинотеатра «Арктика». Первый сеанс стартует 14 августа в 11.20. О том, как идет подготовка кинодома ко встрече с посетителями, а также о премьерах в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Долгожданное открытие кинотеатра и последующая его работа будет проходить с соблюдением противоэпидемиологических мер. Сотрудникам будут измерять температуру каждые два часа. В случае повышения – отстранение от работы. Если же бесконтактный термометр зафиксирует повышение температуры у посетителя, сотрудники кинотеатра вправе не допустить его на сеанс. Также в кинотеатр мы установили диспенсеры с антибактериальными средствами для людей и посетителей кинотеатра. Работники кафе также будут все в масках и в перчатках. На входе мы будем замерять бесконтактным градусником температуру людей и посетителей. Между сеансами мы увеличили сейчас промежуток времени на уборку. То есть по требованию распотребнодзора должно быть 30 минут. Мы увеличили до 30 минут. То есть 15 минут у нас уходит на уборку и за 15 минут до начала сеанса мы будем запускать зрителей в зал для того, чтобы не создавалось скопление людей перед входом. Что касается бронирования билетов, то покупка в кассах возможна только с учетом соблюдения социальной дистанции. Реализация билетов осуществляется только через кассу кинотеатра. Сервисы онлайн-бронирования и онлайн-покупки недоступны до снятия ограничительных мер. Принцип рассадки зала будет через одного человека. Также мы учитываем все требования по рассадке клиентов. Через одно место 16 мест мы запускаем в продажу. 16 кресел. На данный момент сотрудниками кинотеатра ведется серьезная подготовка. Прогружается контент, получают цифровые ключи, идет настройка работы кассы, а также проводят разъяснительные беседы с работниками кинотеатра. Что касается ценовой политики, то она осталась неизменной. Билет от 300 до 400 рублей. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова